У природы нет плохой походы. Кто-то согласится с этим высказыванием, другие поспорят. На каналах телевидения то и дело вещают о последствиях многодневного урагана. Он обрушился на центральные и южные регионы России. Где-то оставил без электричества населенные пункты, где-то повалил не один десяток деревьев, люди получили травмы. В Москве сильный ветер, у меня там сестра живет, она звонила. Что рассказывает? У них там сильный ветер, деревья сносит и свет отключили. В Тамбове сильный ветер обрушился на березовую рощу. В результате пострадали автомобили, двигавшиеся по шоссе. В населенных пунктах автовладельцам советуют не парковать свои машины вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сильный ветер продолжает беспокоить и наших горожан. И дыхание тяжелое, и все болячки обостряются. Давление скачет, голова болит, кружит, сон плохой. Колебания артериального давления, потому что это наиболее такое устойчивое. Особенно у лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. То есть это гипертоническая болезнь, заболевание там сердца, кто с ишемической болезнью сердца. То есть вот эти могут быть какие-то изменения в худшую сторону. Поэтому при усилении каких-то жалоб или появлении новых жалоб обращаться к врачу и следить за регулярным приемом своих лекарственных препаратов. Впрочем, по линии ЖКХ разрушения, можно сказать, совсем незначительные. Ветер, согласно данным, достигает 90 метров в секунду. К счастью, для горожан, для жителей города, выбранная правильная позиция администрации города и поддержанная руководством компании. Вопросы, которые мы последние годы решаем по реконструкции электрических сетей, они дают свои положительные плоды. У нас ни одной серьезной, боюсь, сглазить, постучу по столу, потому что еще два дня нам обещают такой ветер. Серьезных проблем нет. Есть отключение ПВ-04, но это нормально. Ну вот, оперативно выезжаем, устраняем. За эти вот все дни у нас 12 заявок ПВ-04. То есть это очень хороший показатель. По сообщению Гидромедцентра России, виной всему борьба антициклона, который пришел со стороны Урала и двух циклонов Южного и Североатлантического. Синоптики прогнозируют стабилизацию метеоусловий на этой неделе. Ураганный ветер сменится потеплением и дождливой погодой. Светлана Даровских, Варвара Павлова, НашГород.